СНЮСЫ Мы переживаем за наших детей и понимаем, что, скажем так, обезопасить можно только совместными усилиями. То есть это и родители, безусловно, это и школа, ну и с самими детьми тоже надо вести профилактику, рассказывать им, показывать и говорить о том, какие на самом деле непоправимые последствия могут быть от употребления таких веществ. Этой проблемой обеспокоены не только родители. Обсудить ее за круглым столом в библиотеку номер один пришли представители управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники правоохранительных органов и депутаты. В итоге разразилась жаркая дискуссия. Родители призывали педагогов и органы власти принять меры. Те же, наоборот, просили содействия родителей. Чудес не бывает. До того момента, когда произошла трагедия, все равно есть какие-то признаки, проявляющиеся у ребенка. Вот насколько педагоги видят и понимают, что с ребенком что-то неблагополучно. Готовы ли родители быть помощниками педагогам? Готовы ли родители не, извините, не складывать все, перекладывать все на плечи школы, а именно не пряча голову в песок, сказать, да, действительно, у нас эта проблема, да, действительно, помогите? Ведь профилактическая работа в округе ведется регулярно. В школах проводят тестирование на употребление алкоголя и наркотических средств. Но не все родители дают на это согласие. Да и не каждый тест может выявить снюс. В итоге мнения участников разошлись. Способы борьбы тоже предлагали разные. От родительского патрулирования в школах и усиления работы психологов, до привлечения участкового и вовлечения детей в спортивные секции, а также активную общественную жизнь. Если человек активно занимается умственной, особенно физической деятельностью, ему тяжело алкоголь употреблять, наркотики или психоактивные какие-то вещества. В итоге пришли к единому мнению. Проблему нельзя замалчивать. И решать ее нужно на законодательном уровне. А именно вести запрет на продажу снюсов несовершеннолетним. Такой законопроект уже поступил в Госдуму на рассмотрение. А пока родительская общественность решила проводить такие совещания по каждому новому тревожному сигналу. И привлекать в свои ряды как можно больше родителей, чтобы оказывать никотиновой проблеме усиленный отпор. Сегодняшний круглый стол, он пусть в миниатюре, назовем так, он показывает, что мы идем встречными движениями с родительской общественностью. Потому что воспитание детей именно в этом направлении, в любом. Это работа, говоря сухим языком, двух лагерей. Лагерей педагогов, специальных служб и родителей. И вот если от этой встречи в миниатюре мы перейдем к масштабному взаимодействию, к масштабному общению вместе, в первую очередь, с родителями, с семьями, тогда будет общий результат. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.